Ваш интеллект сильно ниже среднего, и вы попытаетесь меня убить даже в торговом центре. Короче, так куда? Вы пытаетесь опрокинуть букмекеров. Фрик какой-то, математику преподает, угрозы не представляет. Это сарказм. Теория больших денег в подписке Изи и Ви за 99 рублей в месяц. Всем привет, с вами, как обычно, я, Артём, и это новости кино. Очередная перезагрузка сорвиголовы, новый скандал вокруг сиквела Аквамена, главный герой Форсажа 11, отзывы об убийцах Цветочной Луны и Рико Морти от Зака Снайдера. Поэтому хорош трепаться, или, как говорится, Cut the Crumb. Новости недели. Начну, как обычно, с новостей кинопроката, где сейчас началась музыкальная лихорадка, благодаря Тейлор Свифт. Запись её концертного тура The Ares Tour собрала за первые выходные внушительные 130 миллионов долларов. И, судя по его оценкам, это настоящий шедевр кинематографа. Ведь на Rotten Tomatoes картина получила самый высокий рейтинг. 100% как от критиков, так и от зрителей. Но и такие высокие оценки, несомненно, должны сказаться и на кассовых сборах. С другой стороны, хоррору «Изгоняющий дьявола верующий» плохие отзывы не помешали хорошо собирать в прокате. Так что фильм занял вторую строчку бокс-офиса с мировыми сборами в 52 миллиона. И это явно говорит о том, что ужасы вновь стали популярны. Ведь малобюджетные хорроры за последний год постоянно становятся кассово успешными. Что показали такие фильмы, как «Меган», «Улыбка», «Восстание зловещих мертвецов», «Крик 6», «Проклятие монахини 2», а с недавних пор и «Пила 10». Сейчас глобальные сборы новой пилы составляют 59 миллионов долларов. Причем хоррору понадобилось всего 10 дней для того, чтобы обогнать сборы пилы «Спираль», которая за весь свой прокат собрала всего 41 миллион. Фантастические сборы показывают и анимационные щенки из «Щенячьего патруля» «Мегафильм». И ведь мультфильм уже собрал кассу в 90 миллионов по всему миру. А это резкий повод для улыбки. А вот создатель продолжает проваливаться в прокате. Его сборы пока не добрались даже до уровня бюджета, так что сайфай Гаррета Эдвардса почти наверняка станет для Диснея очередным провалом. Крупным провалом стал и «Синий жук», который за весь свой прокат собрал всего 129 миллионов долларов, что стало худшим результатом для всех фильмов киновселенной DC. Это даже хуже, чем «Шазам. Ярость богов», собравший в прокате 134 миллиона. Ну а следующим большим провалом могут стать «Марвелки», которым аналитики предрекают сборы от 50 до 75 миллионов за первый уикенд в домашнем прокате. Это в два раза меньше, чем прогнозы «Флэша», который стал одним из крупнейших провалов «Ворнеров». Так что этой осенью кажется победить непримиримый соперник «Марвел» Мартин Скорсезе. На следующей неделе выходит его вестерн «Убийцы цветочной луны». И по отзывам критиков нас ждет очередной шедевр. Томатный рейтинг вестерна от прессы составляет 95%, а средний балл «Метакритик» — 90%. Критики на перебой «Все как один» говорят, что Скорсезе снял настоящий шедевр и один из своих лучших фильмов, который смело разрушает все жанровые стереотипы. Мастерски написанная, снятая, сыгранная и смонтированная криминальная драма пролетела удивительно легко. Это одновременно в высшей мере увлекательный и заставляющий задуматься взгляд на кусок истории коренных американцев. Это вестерн без героизма, триллер про серийного убийцу без загадки, романтическая драма без любви. Последняя работа Скорсезе противостоит жанровым условностям. Ловкий выбор для мрачного и печального взгляда на почти утерянную историю. Также посмотревшие вовсю хвалят актерскую игру, как Роберта Де Ниро, так и Леонардо Ди Каприо. А также отмечают Лили Гледстоун, которые и вовсе пророчат номинацию на Оскар. От невероятного визуала до захватывающего повествования, каждый элемент вносит вклад в эту выдающуюся картину. Де Ниро и Ди Каприо достигают вершины своей актерской игры. Ну а Гледстоун показывает, что она достойная претендентка на грядущий наградной сезон. Но правда есть те, кому картина не понравилась. Они ругают ее за большой хронометраж и отсутствие экспозиции. В меньшей степени славные парни и по большей части банда Нью-Йорка. Мартин Скорсезе и сценарист Эрик Ротт полагают, что аудитория уже знает достаточно об этой истории. Здесь почти нет контекста, что делает фильм разочаровывающим просмотром, который оставляет больше вопросов, чем ответов. Но несмотря на это, фильм явно станет классикой. Да, 2023 богат на достойные фильмы. Но вот следующие года могут оказаться не такими, так как индустрия сильно изменится из-за забастовок. И пока сценаристы официально перестали бастовать, актеры все еще борются за свои права. И пока что безуспешно. В последние недели Альянс продюсеров и гильдии актеров провели несколько встреч в попытках найти компромисс. Но после очередного раунда переговоров в прошлую среду стороны так и не смогли договориться. Камнем преткновения стали отчисления от стримингов. Профсоюз пытается добиться выплаты отчислений со всех фильмов и сериалов, созданных для стриминга. Включая те, которые были куплены стримингами у других платформ. В сумме такие отчисления составляют куда больше, чем было у сценаристов. Так что Альянс не согласился на это требование и прекратил переговоры. Альянс продюсеров утверждает, что такие выплаты будут стоить студиям 800 миллионов долларов в год. Но гильдия назвала эту цифру преувеличенной, примерно на 60%. Профсоюз также заявил, что новое предложение Альянса включает выплаты даже ниже, чем студии предлагали до забастовки. И актеров можно понять, ведь руководители студии зарабатывают сотни миллионов долларов. Согласно материалу Los Angeles Times, Дэвид Заслаб заработал в период с 2018 по 2022 год почти 500 миллионов долларов, что в 384 раза больше, чем средняя зарплата голливудских сценаристов. Ну а в топ-10 самых высокоплачиваемых голливудских руководителей также вошли Боб Айгер и Тед Сарандос, которые несколько раз критиковали требования бастующих. Другой ключевой вопрос, по которому актеры никак не могут договориться с продюсерами, это использование искусственного интеллекта. Гильдия требует запрета на тренировку нейросетей на работах участников профсоюза. Также организация хочет обязать студии получать у актеров и массовки разрешение на использование их цифровых копий и общее разрешение на использование искусственного интеллекта у самого профсоюза. И хоть Альянс официально согласился на эти требования, Гильдия заявляет, что студия при приеме на работу заставляет актеров давать согласие на использование цифровой копии. И подобные цифровые копии уже используются в фильмах. На днях в сети завирусился отрывок из диснеевской комедии «Соглашение на выпускной», на которой можно заметить цифровую массовку, которая выглядит очень крипово. А вот другая диснеевская инновация выглядит намного приятнее и, кажется, скоро посебнет на территорию домашних животных. Компания показала своего дроида, который пока что развлекает посетителей Диснейленда, но в будущем явно вступит в битву с кошками и собаками за место под крышей. И пока Дисней экспериментирует с новыми технологиями, студии, экспериментировавшие с кино, наоборот, смотрят в сторону коммерции. Как, к примеру, студия А24, которая известна авторскими проектами, вроде «Саундсостояния» и «Всё везде и сразу». На прошлой неделе стало известно, что после того, как студия потеряла много миллионов долларов на таких проектах, как «Все страхи Бо», её руководство решило сменить свой курс. И теперь они собираются выпускать боевики и блокбастеры. Так что, судя по всему, эпоха экспериментов А24 закончилась, и теперь студия хочет получать от своих фильмов выгоду. И это, в общем-то, нормально, ведь все мы стараемся извлечь из своих финансовых вложений максимальную выгоду. Ну а в повседневной жизни можно извлекать выгоду даже из своих трат с кредиткой «Тинькофф Платинум». С ней можно круто сэкономить на покупках на маркетплейсах, получив обратно 30% кэшбэка рублями на таких площадках, как Алиэкспресс, Озон, Сбер Мегамаркет и многих других. Для того, чтобы получить кэшбэк, нужно всего лишь оформить карту «Тинькофф Платинум» и активировать её, а затем в течение 30 дней совершать ваши покупки на маркетплейсах. Максимальная сумма такого кэшбэка составит 2000 рублей, который затем можно будет потратить на другие покупки. К примеру, за такую крутую попкорницу за 2600 рублей вы получите 780 рублей кэшбэка. Но это далеко не все преимущества карты. «Тинькофф Платинум» сильно упростит вам процесс управления вашими расходами. По карте доступен кредитный лимит до 1 миллиона рублей, и помимо этого вы сможете совершать бесплатные переводы на карты любых банков. До 50 тысяч рублей в месяц без подписки и до 100 тысяч рублей с подпиской «Тинькофф ПРО». Например, можно перевести деньги на дебетовую карту и затем снять наличные в банкомате без процентов. Ну а если у вас уже есть кредиты, то «Тинькофф Платинум» поможет их реструктурировать. С её помощью можно погасить другие кредиты без процентов в период до 120 дней. С этой карты также можно оформить беспроцентную рассрочку до 12 месяцев на любые товары от 1000 рублей. Достаточно выбрать недавно оплаченные покупки в приложении «Тинькофф» и подключить рассрочку. Всё просто и крайне выгодно. Так что скорее переходите по ссылке в описании и оформляйте себе «Тинькофф Платинум» с кэшбэком 30% рублями на маркетплейсах. Изменения в индустрии уже коснулись и студии «Марвел». Студия собирается полностью изменить свой подход к работе над сериалами для «Дисней Плюс», которые постоянно становились для них головной болью. И как оказалось, всё дело в плохом менеджменте, ведь стриминги курировал руководитель кино-направления. Обычно на телевидении студии нанимают шоураннера и нескольких сценаристов, которым заказывают создание пилотной серии, и только после этого принимают решение, давать ли шоу «Зелёный свет» или нет. Но «Марвел» вместо этого сразу же заказывали полные сезоны за 150 миллионов долларов, у которых не было ни шоураннера, ни центрального видения. Так что студия нередко на ходу меняла концепции и нанимала новые команды, если руководители не устраивал результат, а затем проводили пересъёмки. В итоге второй сезон «Локи» стал единственным сериалом «Марвел», который ни разу не переснимали. Такой подход всегда приводил к конфликтам, из-за чего страдало качество проектов, что отлично заметно по секретному вторжению, которое прямо сейчас является самым низкооценённым сериалом студии. Сообщают, что сценарист Кайл Брэдстрит работал над сценарием к сериалу около года, после чего его уволили и наняли другую команду. Но теперь, как рассказал издание «Дэхалливуд репортер», студия поняла свои ошибки и решила полностью изменить работу. Теперь стриминговым направлением будет заниматься отдельный руководитель с опытом работы на телевидении. Для каждого сериала станут нанимать полноценного шоураннера, который будет писать пилот и создавать лор сериала. Кроме того, теперь «Марвел» собираются снимать проекты, рассчитанные на много сезонов, а не мини-сериалы, как сейчас. Так студия рассчитывает, что создатели смогут лучше раскрыть персонажей, и тогда зрители будут смотреть сериал ради героев и истории, а не потому, что сюжет должен подвести к очередному кроссоверу. А значит, есть большой шанс увидеть и третий сезон «Локи». Тем более, что второй сезон «Пробога обмана» оказался одной из самых успешных премьер Disney+. За первые три дня дебютная серия второго сезона «Локи» набрала почти 11 миллионов просмотров, о чем сообщил сам Дисней. Это вторая лучшая премьера на стриминге после третьего сезона «Мандалорца». Но этому приходится верить на слово, так как «Машинный дом» не публиковал официальных цифр. Тем не менее, компания по измерениям «Нилсон» сообщила о том, что первый эпизод третьего сезона «Мандалорца» набрал 823 миллиона просмотренных минут. И если разделить это число на 35, количество минут, которые длится первая серия, то можно получить цифру в 23 миллиона просмотров. Так что Марвел явно заинтересована в новых сезонах. Первым проектом, который будет сделан по новой схеме, может стать «Сорви голова, рожденный заново». Ведь студия решила полностью его перезапустить. Пиздец, ногой, блять! Не выражаться! Да, несмотря на то, что команда сериала уже успела снять половину нового сезона, в Марвел решили написать новый сценарий и переснять почти весь материал. Для этого студия уволила старую команду и сейчас ищет новых сценаристов и режиссеров. Причина в том, что «Сорви голова» оказался не похож на оригинальный сериал от Netflix. Как сообщают источники, создатели ребута, Мэтт Корман и Крис Орд, создали вместо жестокого экшена Netflix'а судебный процедурал, в котором Чарли Кокс не появляется в костюме аж до четвертой серии. А все из-за того, что Мэтт Мердок решил оставить свою супергеройскую деятельность, как стало известно из официального синопсиса. В «Сорви голове» давние противники, Мэтт Мердок и Уилсон Фиск, пытаются оставить свои темные альтер-эго позади, чтобы служить жителям Нью-Йорка. Но их прошлые жизни все равно настигают их. И хоть сюжет сериала в результате перезагрузки явно изменится, основная завязка наверняка окажется нетронутой. Немного подробностей о старом сюжете сериала рассказал инсайдер Can We Get Some Toast. Согласно изначальной задумке, Мэтт Мердок действительно оставил костюм человека из страха, после того, как не смог спасти своего лучшего друга, Фогги Нельсона. В то время как Уилсон Фиск стал мэром Нью-Йорка, получив поддержку правоохранительных органов за то, что критиковал уличных героев, «Сорви голову», «Карателя» и «Человека-паука». Однако ждать появления паука в сериале не стоит, так как дело ограничится лишь упоминанием героя в речи Кингпина на Тайм-скуэр, которую нам тизерили кадры со съемок. На кадрах с площадки также можно было увидеть и героя Майкла Гандольфини, роль которого до сих пор не раскрывается. Но Can We Get Some Toast рассказал, что Майкл играет директора по коммуникациям Уилсона Фиска, и при этом с ним будет связан некий сюжетный твист. Майкл Гандольфини сыграет Дэниела Блэйда. Дэниел – директор по коммуникациям в команде мэра Фиска, но единственная ли это его связь с Кингпином, нам еще предстоит увидеть. А это значит, что он может играть Буча, который по комиксам был лучшим другом Мэтта Мердока. Однажды он узнал про связь Фиска с его матерью и посчитал себя сыном Кингпина, поэтому начал мечтать о том, чтобы стать новым боссом преступного мира. Сына старого марвеловского злодея мы можем увидеть и в сериале «Железное сердце», ведь фанаты верят, что студия представит там сына Абадая Стейна, которого сыграет Олден Эйренрайк. В официальном касте его герой указан как Джо МакГеликади, но фанаты уверены, что это псевдоним, который скрывает настоящую личность персонажа – Изекиля Стейна. По канону он создавал оружие и продавал его террористам и суперзлодеям, также в документе, который Марвел подали в бюро авторского права США, в касте значится Саша Барон Коэн, о котором долго ходили слухи. Его персонаж обозначен как «таинственный человек», но утечку утверждали, что он играет демона Мефисто. Также в документе представлен и краткий синопсис сериала. Очаровательный молодой супергений Рири Уильямс возвращается из М.А.Т. в свой родной Чикаго в железном костюме и начинает распутывать нити заговора, которые принесут в ее жизнь опасность и приключения. Но увидим этот сериал не скоро, только через два года из-за изменений в расписании. А вот Дэдпула 3 долго ждать не придется. Ресурс Камикбук Муви сообщает, что проект является для Диснея наивысшим приоритетом, и студия хочет все-таки выпустить его в прокат в следующем мае. Что неудивительно, ведь Диснея традиционно ставит в мае свои самые крупные проекты-кроссоверы, а трикивал болтливого наемника как раз называют событием уровня Мстителей. По слухам, в фильме появится немало мутантов из киновселенной Фокс, и недавно в сеть просочилась информация, что в картине также будет задействован мутант Жаба, появлявшийся в самом первом фильме Людей Икс, где он был союзником Магнета. По идее, Дэдпул 3 должен стать началом конца киновселенной Марвел, в том виде, в котором мы ее знаем. А вот конец киновселенной DC наступит уже в этом декабре, вместе с выходом Аквамена и Потерянное Царство, который наконец-то положит конец бесконечной череде кассовых провалов студии. Вот только сам сиквел Аквамена рискует стать самым главным провалом киновселенной. Если вы смотрите мои новостные выпуски, то знайте, что фильм уже несколько раз переснимали, но, как сообщает Variety, на тестовых показах Потерянное Царство до сих пор оценивают в районе 60-100. Один из инсайдеров рассказал, что новый Аквамен лишь отголосок Снайдер Верса, так что никто не хочет всерьез работать над картиной, поэтому студия так и не смогла настроить слаженную работу над сиквелом, производство которого превратилось в настоящую катастрофу. Но разгромные отзывы с тестовых показов и бесконечной пересъемки — это еще полбеды. Немало проблем команде подкинула и Эмбер Хёрд, которая подорвала свою репутацию из-за судебного разбирательства с Джонни Деппом. В прошлом месяце в сеть утекли документы с суда между бывшими супругами, так что в сети появились новые подробности относительно съемок Аквамена. А недавно в Ирайте выпустили большой материал, написанный после изучения этих документов и опроса источников знакомых с ситуацией. И, как оказалось, студия собиралась уволить Эмбер Хёрд еще после первого фильма, из-за отсутствия химии с Джейсоном Момоа. И об этой проблеме, кстати, уже упоминал в своих показаниях бывший глава DC Films Уолтер Хамада. Студия направила адвокату Хёрд письмо, где рассказала о решении уволить актрису, но в итоге этого не сделала из-за Илона Маска. Создатель SpaceX тогда встречался с актрисой, так что он послал Ворнерам письмо, в котором угрожал сжечь компанию дотла, если Эмбер Хёрд не вернут в сиквел Аквамена. И студия уступила. Тем не менее, на съемках Хёрд, если верить слитым отчетам с терапией, чувствовала себя изгоем и страдала от отсутствия поддержки со стороны режиссера Джеймса Вана. Но представители DC опровергли эти заявления, заявив, что Ван всегда относился к съемочной команде с уважением и создавал позитивную атмосферу сотрудничества на площадке. В документах также упоминаются случаи, когда Джейсон Момоа напился, оделся как Джонни Депп и требовал отстранить актрису от роли. Ты уволена! Но этот случай опровергли инсайдеры, по словам которых, Момоа всегда вел себя профессионально и никогда не появлялся на площадке пьяным. Но так или иначе, студия решила ограничить роль Эмбер Хёрд в сиквеле Аквамена и вырезала, по крайней мере, две сцены с ее участием. Сражение Меры с Черной Мантой и любовную сцену с Момоа. Но, несмотря на все эти проблемы, студия все еще рассчитывает на кассовый успех. Первый фильм собрал в прокате больше миллиарда долларов. И, как сообщают источники студии, в сети также проявляют к Аквамену и потерянное царство повышенный интерес. Кроме того, на руку студии играет отсутствие громких релизов в декабре. А значит, у Аквамена еще есть шанс не погружаться на полное дно. Но даже если картина станет кассово успешной, триквела ждать точно не придется. По данным в Ирайте, Момоа больше не вернется к роли Аквамена, а вместо этого будет играть в новый DCU инопланетного охотника Лобо, как ранее утверждали слухи. Более того, в планах Джеймса Ганна провести полный рекаст Лиги Справедливости, так что и Галь Гадо тоже не вернется к роли Чудо-женщины. А значит, второй Аквамен станет полноценным завершением видения Снайдера. Но без творчества Зака мы точно не останемся. Ведь в конце года выходят его «Звездные войны», «Сайфай», «Мятежная луна», а на горизонте маячит его фильм «Рик и Морти». Нет, я не шучу. Создатель мультсериала Дэн Харман рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что Снайдер однажды пригласил его в Warner Bros., чтобы обсудить потенциальный фильм по Рику и Морти. Ну, не то, чтобы он сказал, что сделает его, но он одержимый фанат мультсериала, и спросил меня, как он может помочь сделать этот фильм, используя его Снайдеркость. Затем Харман пошутил, что хотел бы увидеть шестичасовой Снайдеркат фильма по Рику и Морти. Так что фильм про Рика и Морти запустят в работу сразу же, как Зак Снайдер вернется из своего отпуска, потому что я хочу начать со Снайдерката этого фильма, и затем хочу сделать режиссерскую версию Снайдерката. Так что у нас будет шестичасовой фильм Рик и Морти, три часа которого будут сделаны в черно-белом формате. Ну а пока фанаты мультсериала заняты седьмым сезоном, который уже стартовал на Adult Swim. Ну а я в своем личном телеграм-канале недавно спародировал Рика и Морти, так что вот вам причина подписаться. Для фанатов анимации сюрприз приготовил и Нетфликс, который выпустил трейлер аниме-сериала «Голубоглазый самурай», под накрутишь японский кавер песни «From Whom the Beltals» от Металлики. Сюжет сериала рассказывает про девушку Митсу, в которой смешались азиатская и европейская кровь, из-за чего она стала изгоем, в изолированной от внешнего мира Японии 17 века. И так как на момент рождения девушки в стране было всего четверо белых мужчин, Митсу открывает на них охоту, надеясь отыскать среди них своего отца и отомстить ему. Выйдет мультсериал на Нетфликсе 3 ноября. Также в ноябре мы увидим анимационный сериал по Скотту Пилигриму, так что может показаться, что это рассвет анимационной эры Нетфликса. Но совсем наоборот. Верайте сообщает, что стриминг проводит реорганизацию анимационного подразделения, в ходе которого сократит количество рабочих мест и отменит два проекта, находящихся на препродакшене. Ну а в дальнейшем Нетфликс собирается закупать проекты у сторонних студий, вместо того, чтобы делать оригинальные. Все это часть масштабного кризиса на стриминговом рынке, о котором я рассказывал вам в прошлом новостном выпуске. Совсем скоро стоит ожидать снижения количества оригинального контента на стримингах. Ну а пока Нетфликс завершает производство уже начатых проектов, вроде «Очень странных дел» и «Ведьмака». Сейчас стриминг планирует возобновить работу над сценарием четвертого сезона про Геральта из Ривии, после чего сразу же приступит к написанию пятого сезона, который станет финальным. Universal сейчас также работает над финальной одиннадцатой частью своей бензиновой саги «Форсаж». И несмотря на то, что Вин Дизель намекал на то, что студия может сделать двенадцатый фильм, это кажется не так. Инсайдер Вис Купер рассказал, что «Форсаж-11» все-таки станет последней частью высокооктановой франшизы, а также раскрыл несколько интересных подробностей. Стало известно, что в одиннадцатом фильме состав семьи Доминика сильно изменится, и вместо старых героев займут новые. «Форсаж-11» или «Форсаж-10» часть 2 должен стать последним, но семья героев будет состоять из новых персонажей, и команда будет основательно обновлена. Студия также собирается продолжать франшизу и за пределами основной саги, с помощью сериалов, приквелов и спин-оффов, что сделает ее более свежей. И это очень интересно, учитывая, что десятая часть поставила под вопрос судьбы большинства главных героев, включая Доминика Торетто. И хоть кажется невероятным, что студия убьет главного героя прямо перед финалом, инсайдер действительно намекает, что Торетто не будет главным героем последней главы «Форсажа». Вместо этого студия может сосредоточиться на Люке Хоббсе, который станет одним из главных героев «Одиннадцатого Форсажа», или же и вовсе единственным протагонистом. Дуэн Джонсон получит роль протагониста «Форсажа-10» часть 2. После спин-оффа Хоббс и Рейес, он может вернуться как один из главных героев, или вовсе как главный протагонист в следующей части основной саги. А что насчет Торетто, честно, я не знаю. Бензиновым спин-оффом нас скоро порадует и Джордж Миллер. Инсайдер Джордан Руйми рассказал, что спин-офф «Безумного Макса. Дорога ярости» про юную Фуриосу могут представить в следующем году на Каннском кинофестивале. Об этом он узнал от своего источника, который в прошлом году раскрыл несколько фильмов, которые должны войти в программу кинофестиваля 23-го года, и оказался прав. Другая кинолегенда, Майкл Манн, тоже собирается сделать продолжение своего главного фильма — «Схватки». Недавно Манн в соавторстве с писательницей Мэг Гартингер выпустил продолжение боевика в виде книги, но теперь всерьез решил сделать ее экранизацию. Да, я вместе с Мэг Гартингер написал роман «Схватка 2», который вышел как раз, когда мы снимали фильм «Феррари». Он хорошо зашел, так что я подумываю снять адаптацию следующим проектом. Вторая часть рассказывает о героях Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Вэлла Килмера до и после событий оригинального фильма. Но Манн уже говорил, что если он будет делать продолжение, то он проведет рекаст главных героев, так как актеры уже стары для этих ролей и в сети уже ходят слухи, что главную роль может сыграть Адам Драйвер. Оригинал всем запомнился не только за напряженный и хорошо написанный сюжет, но и за крутую реалистичную сцену перестрелки. Момент из этой сцены, когда Вэлл Килмер быстро меняет магазин, даже показывают новобранцам-морпехам для обучения. Но тем временем крутым экшеном нас собираются порадовать отечественные киноделы в сиквеле «Майора Грома», выход которого намечен на следующий год. Картина получила первый тизер-трейлер, где показали масштабную сцену драки в тюрьме, как раз с персонажем Жени Чеботкова, который совсем недавно был на моем подкасте. Ссылку на подкаст оставил в описании. В трейлере также затизерили нового злодея по прозвищу «Призрак», который начинает с Громом новую смертельную игру. «Призрак» 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 «Вы, похоже, реально не поняли, что я?» «Парни, они думают, мы шутим, парни!» «Попробуй найти...» «Попробуй найти...» «Здорово!» «Ну, мне отечественные комиксы как-то не очень, честно говоря». Warner Bros. также порадовали новым трейлером «Вонки», который показывает, как молодой Вилли Вонка впервые встречается с Умпа-Лумпой и открывает свой шоколадный бизнес. Ну а теперь расскажу вам, что уже можно посмотреть в кино и в сети. Мировой прокат на этой неделе в одиночку покоряет запись концертного тура «Тейлор Свифт» под названием «Тейлор Свифт – The Aero Store». Ну а в российский прокат вышли «Ромком Иди ко мне, детка», рассказывающая композиторе, чья жизнь меняется после одной авантюрной ночи в Нью-Йорке. Триллер «Выжившая» про семью, которая отправляется на прогулку на яхте, но на них нападают вооруженные бандиты. Так что теперь девушка вынуждена дать отпор акулам, убийцам и разбушевавшейся стихии. Британская спортивная драма «Уличный танц и мировой уровень» рассказывает о двух братьях «Отличники» и «Бунтаре», которых объединяет любовь к брейк-дансу. На тему братских взаимоотношений говорит и южнокорейская драма «Повезло с братом», где бывший чемпион по боксу воссоединяется с бросившей его матерью, у которой оказывается еще один сын. Аутист второй степени, являющийся гениальным пианистом-самоучкой. В отечественной комедии «Вася не в себе», ненавидящий приезжих столичный бизнесмен после аварии обнаруживает себя в теле гастарбайтера. А в триллере «Слежка» несколько друзей организовывают «Тайный клуб слежки», и однажды его участница Настя записывает на телефон настоящего серийного маньяка, который открывает на героев охоту. В онлайн-магазинах вышел шпионский блокбастер «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» про агента Итана Ханта, который вместе с командой противостоит вышедшему из-под контроля искусственному интеллекту. В сети также доступен боевик «Неудержимый 4», где ветеран отряда Ли Крисмос должен проникнуть в стан врага для того, чтобы вызволить команду новичков и предотвратить глобальную катастрофу. Амазон выпустил драму «Похороны» про обанкротившегося владельца похоронного бюро, который подает в суд на конкурента после сорвавшейся сделки. На видеосервисе Иви стартовал сериал «Теория больших денег» про гениального аутиста, который использует свой интеллект против подпольной букмекерской конторы. На «Идалсвим» стартовал седьмой сезон «Рика и Морти», а на Нетфриксе уже стал доступен хоррор-сериал Майкла Кленнагана «Падение дома Ашеров», где безжалостные брат и сестра погружаются в тайны их семейного дома Ашеров в надежде остановить смертью наследников династии. Стриминг Макс порадовал второй частью четвертого сезона «Роковой патруль» про команду супергероев-неудачников из вселенной DC. Ну а Apple TV Plus выпустил драматический сериал «Уроки химии» про женщину, которая в 50-х годах мечтает стать ученой, но сталкивается со стереотипом про то, что девушки могут быть только домохозяйками. Тогда она соглашается вести кулинарное шоу в надежде научить других женщин чему-то большему. Ну а я на прошлой неделе снова ничего не посмотрел и да, я в Белгороде, да, я тут гуляю, отдыхаю, в общем, у меня отпуск, но я недавно свалился по ходу с короной. Я не знаю, конечно, что это было за болезнь, я не проверялся, не делал тесты, я до сих пор, если честно, еле живой. Позавчера только была температура 38,8, вчера 37,7, весь день спал, голова немного мутная, не то чтобы болит, ну, короче, странное состояние, я до сих пор, если честно, уставший, вот снимаю этот выпуск, и мне прямо хочется уже упасть, упасть и отдыхать. Короче, не знаю, надеюсь, завтра буду в норме и начну уже что-нибудь делать интересное, потому что пока что я просто лежал и спал. Пытался поиграть в цивилизацию, мне недавно посоветовал друг цивилизацию 6, мы с Окс начали играть, ну что-то скукотища такая, что я не знаю, что меня сильнее срубило, корона или цивилизация 6. Короче, не знаю, наверное, в эту игру надо как-то втянуться, а вы играли? Напишите, как вам. Ну, а на этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось, не забывайте ставить свои информационные лайки, а также подписываться на мой канал. Cut the crap, мы режем киноленты.